2009 год. В прокат выходит фильм «Аватар», на каждом втором смартфоне установлена Angry Birds, а Apple выпускает обновление для своей десктопной операционной системы Mac OS X Snow Leopard. Именно в этом релизе появляется Grand Central Dispatch или GCD. Это технология для управления многопоточностью на базе паттерна пул потоков. Это означает, что вместо того, чтобы программист сам создавал и управлял потоками, за него это делает система. GCD вводит понятие очереди исполнения. Она представлена классом DispatchQ. Очередь – это список задач, которые необходимо выполнить, а задачи – ну, фактически это и есть код. Так выглядит запуск задачи в фоновом потоке. Обращаясь к статическому методу Global у класса DispatchQ, мы получим объект очереди, управляющий потоками фонового выполнения. Затем, вызвав у этого объекта метод Async, передав аргументом блок с нашим кодом, мы создадим в этой очереди задачу на исполнение этого блока. И сразу же продолжим выполнение кода после вызова Async. А фактически наша задача начнет выполняться только когда в этой очереди найдется свободный поток. Но что если мы хотим выполнить код на другом потоке, но дождаться, когда он точно завершится? Что ж, для этого есть метод Async. Продемонстрировать это можно так. Оба кода, слева и справа, печатают два слова из двух разных потоков – Hello и World. В примере слева код PrintHello ставится в очередь с помощью метода Async. Поэтому пока он не выполнится, второй принт со словом World даже не будет вызван. В результате вывод этого кода всегда будет одинаковым – Hello World. А в примере справа код PrintHello ставится в очередь методом Async, который не выполняет ожидания. Поэтому порядок слов в выводе не гарантируется. Они будут выполняться в случайном порядке. Метод Async является не единственным способом синхронизации задач в GCD. Но прежде чем углубиться в детали, вернемся к началу. Очереди бывают двух типов – Serial и Concurrent. Задачи в Serial очереди всегда выполняются одна за другой на одном потоке. А задачи в Concurrent очереди распределяются одновременно по нескольким потокам и будут выполняться параллельно. Я показываю здесь кавычки, потому что, как мы помним, конечно, на самом деле наша параллельность ограничена числом ядер процессора. Но в данном контексте важно, что в отличие от Serial очереди, задачи в Concurrent очереди не дожидаются друг друга, а начинают выполняться как только для выполнения этой задачи будет найден свободный поток. Примером Serial очереди является главная очередь приложения. Эта очередь очень особенная, потому что она ассоциирована с главным потоком приложения. Именно на этой очереди работает весь UI-приложение, все анимации и реакции на ввод пользователя. Получить доступ к главной очереди можно через статическое свойство Main у класса Dispatch-Q. Подобные конструкции можно нередко встретить в коде iOS-приложений. Дело в том, что работать с UI-элементами можно только из главного потока. В противном случае мы можем получить ошибку или, что еще хуже, неконсистентное состояние приложения. Поэтому каждый раз, получив в фоне данные из базы данных или из сети, необходимо переключиться на главный поток, чтобы отобразить их в UI. Какие еще бывают очереди, кроме главной? GCD предоставляет разработчику несколько фоновых глобальных конкурент-очередей, которые различаются параметром QoS или Quality of Service. Этот параметр напрямую влияет на то, какой приоритет будет у задач этой очереди и может принимать одно из следующих значений. User Interactive подходит для задач, которые взаимодействуют с пользователем в данный момент и результат которых требуется получить как можно быстрее. Задачи, откладывание которых приведет к видимым для пользователя лагам. Например, обработка изображений с камеры в реальном времени. User Initiated подходит для задач, которые запустил пользователь и которые необходимо дождаться результата выполнения этих задач. Например, обновление данных после того, как пользователь сделал Pull to Refresh. Такие задачи могут занимать несколько секунд, то есть задачи, которые должны выполняться быстро, но не мгновенно. Приоритет высокий, но ниже, чем у User Interactive. Utility имеет приоритет ниже, чем у User Initiated и подходит для случаев, когда пользователь напрямую не запрашивал выполнение какой-то задачи и ее выполнение можно отложить. И Background имеет наименнейший приоритет из всех и используется, когда нам совсем не критично время выполнения задачи. Также есть глобальная очередь без указания QoS, которую я уже показывал чуть ранее. Задачи этой очереди имеют класс обслуживания равный Default, который по приоритету находится между User Initiated и Utility. Кроме этих глобальных очередей, в GCD мы можем создать отдельную очередь для своих каких-то нужд. Например, отдельная очередь для операций парсинга ответов сервера или очередь для обработки картинок. Для этого класс DispatchQ предоставляет конструктор, который принимает параметры Label, QoS и Attributes. Соответственно, имя очереди, используемое при отладке, значение класса обслуживания и список атрибутов, с помощью которых, например, можно указать, что очередь должна быть конкурентной. А также параметры After Release Frequency и Target, которые мы рассматривать не будем, и их можно просто не указывать при вызове этого конструктора. Результатом вызова этого конструктора будет объект очереди, с которым можно взаимодействовать так же, как и с глобальными очередями. Но к этой очереди нельзя будет никак обратиться, кроме как через этот объект. Иногда бывает нужно синхронизовать выполнение нескольких задач. Для этого могут быть полезны классы DispatchSemaphore и DispatchGroup. DispatchSemaphore реализует, как несложно догадаться, объект синхронизации Simaphore и позволяет ограничить число одновременно выполняемых задач. Чтобы понять, как он работает, разберем такой пример. Создаем Simaphore с начальным значением 2 и размещаем на глобальной очереди 4 задачи, каждая из которых вызывает wait сразу после входа и сигнал перед выходом. А между этими двумя вызовами выполняется какой-то полезный код. Далее можно представить, что у нас появилось 4 потока и все сейчас в начальной точке выполнения, а счетчик Simaphore равен 2. Затем один из потоков вызывает функцию wait. Мы не можем заранее сказать, который из потоков окажется первым, ведь мы размещали эти задачи на concurrent очереди. Ну а для простоты пронумеруем эти потоки от 1 до 4 и будем их так называть. Вызов wait уменьшает значение Simaphore на 1. Затем второй поток также вызывает wait. В этот момент значение счетчика становится равным 0. И последующие вызовы wait будут блокировать выполнение. Поэтому потоки 3 и 4 оказываются заблокированы. Далее первый поток выполняет какой-то полезный код. Второй поток занят тем же самым. А затем первый поток заканчивает свое выполнение и вызывает функцию signal, которая увеличивает значение Simaphore на 1. Это разблокирует третий поток и теперь уже он снова уменьшает значение Simaphore и начинает выполнять свой полезный код. Затем поступает сигнал от второго потока. Simaphore снова увеличивается на 1. Разблокировался четвертый поток и Simaphore снова стал равен 0. Далее выполняются третий и четвертый потоки. И когда они оба вызовут сигнал, счетчик будет равен изначальному значению, то есть двойке. Таким образом мы ограничили одновременное выполнение до двух потоков. Dispatch Group позволяет реализовать ожидания, основанные на счетчике, которые можно увеличивать и уменьшать с разных потоков. Давайте посмотрим на такой пример. Он выводит слово hello с одного потока, а world с другого и только в правильном порядке. В начале выполнения мы инициализируем объект Dispatch Group, вызов его конструктор. Внутренний счетчик после инициализации равен 0. Увеличиваем его вызовом функции enter. Далее получаем фоновую очередь и ставим на нее задачу. У нас создается фоновый поток, который будет выполнять эту задачу, а первый поток вызывает функцию wait у группы. И блокируется до тех пор, пока счетчик не обнуливится. В это время на втором потоке вызывается print hello, а затем у группы вызывается leave, который уменьшает счетчик на единицу, что разблокирует первый поток. И теперь уже выполняется print world. Dispatch Group также предоставляет метод notify, который принимает два аргумента – очередь и замыкание. Когда все задачи в Dispatch Group завершаются, это замыкание будет вызвано в контексте той очереди, которую мы указываем первым параметром. Полезно, когда нет необходимости или возможности использовать синхронное блокирующее ожидание через функцию wait. Как делать не надо? Плохая идея вызывать синг при выполнении на главном потоке. Если мы, выполняя код на главном потоке, вызовем синг у главной очереди, то тут же попадем в deadlock, и наше приложение дальше работать уже не будет. А если мы вызовем синг у какой-то другой очереди, то оно, конечно, работать будет, но поскольку синг блокирует выполнение потока, ваше приложение не сможет отвечать на действия пользователей в течение времени ожидания. Но часто все же нужно сделать что-то синхронное на главном потоке при получении данных откуда-нибудь. В этом случае, конечно, нужно использовать метод синг на главной очереди. Но бывают ситуации, когда мы не можем быть уверены, на каком потоке код будет выполняться, а выполнить кусочек кода синхрона на главном потоке нужно. В этом случае вам может помочь такая простая вспомогательная функция. Она проверяет, если мы прямо сейчас выполняемся на главном потоке, то запустит замыкание, просто вызвав его. Иначе попросит сделать это главную очередь. Такая функция гарантированно защищает вас от deadlock. А иногда бывает полезным отложить какое-нибудь действие на какое-то время. Для этого можно воспользоваться методом AsyncAuto у той очереди, на которой мы хотим выполнить это действие. Обратите внимание, как записывается аргумент Deadline. Тип этого аргумента DispatchTime, который можно инициализировать статической функцией Now, а затем сложить с числом, которое будет проинтерпретировано как число секунд. Таким образом, такая запись означает через 5,5 секунд на главной очереди вызвать функцию, которая напечатает HelloWorld. А если вам необходимо выполнить на очереди какую-то задачу строго после всех предыдущих задач этой очереди, то можно воспользоваться специальным флагом Barrier, который можно указать при вызове функции Async. В этом примере мы не можем сказать, какая задача выполнится раньше, а какая позже, но мы точно знаем, что третья задача начнется не раньше, чем они закончатся. Вот, пожалуй, и все, что нужно знать о Grand Central Dispatch. Это богатый и достаточно удобный API для управления многопоточностью. А в следующей части мы посмотрим на операции и сравним их с GCD. Не переключайтесь.